Дамы и господа, здравствуйте! А как там дальше надо продолжать? Дамы и господа! И вот это вот дальше как? One is in the world Ladies and gentlemen, я с каким-то подвывом начал это говорить Ребята, всем огромное, здравствуйте! Шалом алейкум! С вами дядь Денис Егаза Алексей Сука, шалунец Ты сам вспомнил эти дурацкие Шкода Шкода Денис Дядь Денис У нас сегодня выпуск, которого многие очень просили сделать Многие просили сделать этот выпуск Что? Я сейчас чуть не это У меня между пальцев попала вот эта вот фигня от брюка, а я подумал, что это какой-то жук Он меня хочет укусить У меня было ощущение У меня просто ощущение было такое, что ты увидел свой бугорок такой Ёпту Что это такое вообще? Шизовротик, как говорят А, не невротик Невротик, шизоид и истероид Это разные вещи Ладно, Динь, давай Что сегодня за выпуск? Вайф Штефан Хотя на бутылке написано Вайхэнспехтханер Вайхэнсфри Да не суть Вайф Штефан Читается так, говорят правильно Многие просили сделать этот выпуск Это, как говорят, одна из лучших пшеничек Кто? Кто говорит? Да Все Подонки У нас есть своя группа, да? Среди комментаторов У нас есть, ребята Если вдруг кто-то не в курсе Во-первых, у нас есть свой инстаграм-аккаунт На котором уже больше 10 тысяч подписчиков Даже больше, чем у Дениса А у меня тоже есть инстаграм-аккаунт На секунду У меня даже канал на инстаграме есть Ну что-то там нерегулярно выпуски выходят Монтажер Продюсер Во-вторых, у нас есть группа ВКонтакте Там просто вот собираются сливки общества Ну грубо говоря, нет Там просто собираются люди, которые накидывают идеи Что можно сделать И часто начали замечать, что Вайф Штефан стал котироваться у людей Мы подумали Я, например, его не пробовал Когда у нас был разговор с Денисом Денис говорит Ты чё? Ты мразь Дно Дно морское Нет, если серьезно Я правда не пробовал Я перебью Я почему-то котирую Вайф Штефан У меня просто почему-то это пиво Постоянно попадается в местах Которые располагают к тому, чтобы попить пиво Последний раз, чтобы вы все понимали Я убью Это было в детском садике, да? Очень располагающее место Действительно мразь Ну ладно Мы любим эту страну Здесь есть справедливость Мы с Леной участвовали Как это? На крыше, там где вот в Питере На Васильском острове Есть Кожевина линия Там он руф Мы там вместе были Там мы участвовали в какой-то ярмарке И там ребята, единственные, которые продавали пиво У них стоял на кране Вайф Штефан Пил Пилс Это вот этот Пилс Вот он Где он? Вот он Где? Ты из принципиально? Ты из принципиально, да? Да, вот этот Пилс И вот мы были там в начале лета На этой крыше От солнца защиты нету Там жарко Но это по-приятному жарко Потому что финский залив Ветерок, все остальное А губы колышлись Знаешь, типа песня такая Мои губы колышут Я кричу тебя, но ты меня не слышишь Если хочешь, останься Он таблетки Понял перед съемкой, нет? Какие таблетки? Ладно, извините Не правда Так вот Ломка просто началась Перебивание И вот вся вот эта архитектура Которая вот вокруг тебя Романтика Небо, воздух Вода, крыша Вайф Штефан Солнце И ты подходишь к ребятам У них единственное пиво на розыгрыф Это Вайф Штефан Ну реально Вот он и все И ты берешь Тебе дают этот бокал Пускай он пластиковый Хер с ним Но он моментально запотевает Он 4 градуса примерно И ты его практически залпом выпиваешь Ты понимаешь Что вот в принципе Жизнь-то удалась Вот каждый раз Когда я пробую Вайф Штефан Это именно такие места Почему-то Я ни разу его не брал Не покупал в бутылке Ни разу в жизни Это постоянно Какие-то жаркие места Там бокал Запотевшие Какие-то вот Люди Девочки В аромат праздника Кругом И вот тебе это пиво заходит Поэтому я Вайф Штефан Очень котирую Может быть Сейчас я возьму эту бутылку Выпью вот здесь Вот я на этом унылом участке И пойму, что бля Говнище Какое участок Такое пиво, как говорится Слушай, я знаешь Чем озаботился Позавчера Пока ехал за рулем Автомобиля своего Пока на Европе Плюс Была реклама На бизнес-фм тоже Я включил Эльдорадио И знаешь, что я услышал На Эльдорадио Red Hot Chili Peppers И мне так грустно стало Что Red Hot Chili Peppers Уже стало Эльдорадио Ну то есть Эльдорадио уже попадают Все старые треки Я подумал, что Если в следующий раз Я на Эльдорадио услышу Продис же Make my bitch up То я просто буду Рыдать горькими Горькими слезами Я благодаря Лене Каждое утро Практически слушаю Гороскоп, гороскоп Да На Европу Плюс Эти люди В прямой эфир Дают гороскопы Кто? Кто потребитель гороскопов? Нет, ну слушай Много людей Я, например, терпеть не могу Потому что я не верю в это все А есть люди То есть вот реально Тонкая биохимия мозга Такова, что ты можешь в это поверить Да, кто-то верит в это И настраивает себя Скорее всего Это знаешь Тихосоматика такая происходит Это генерит компьютер Судя по тому, что Они там зачитывают Радостными голосками Гороскоп, гороскоп Вот это все И потом начинает Этот поток бреда Сумасшедшего абсолютно Это просто генерит компьютер Какие-то слова Вот знаешь Прилагательные С глаголами Совмещают Что-то делают Ну вот смотри И получается предложение Весы сегодня в ударе Класс Я счастлив Дева Стоит задуматься о том Чтобы пообщаться с близкими Да, блять Всем стоит задуматься На самом деле Но ты же понимаешь Что они говорят очевидные вещи Абсолютно Гороскопы всегда говорят очевидные вещи Более того Европа Плюс Помимо гороскопа Меня убивает еще Они до сих пор Пробки на дорогах Вот вслух Произносят От Малоохтинского До Камененосовского Не только Европа Плюс Блять У всех Яндекс Навигатор выключен Рекорд тоже И вот на слух Вот при упробке Вот сидишь Ты таксист Блять Слушай Я на Камененосовске не поеду Нет Таксист Яндекс Такси Именно Да Кому они это транслируют? Кто потребитель? Слушай, ну у них есть статус Они живут по-моему В девятнадцатом В столь Не не в девятнадцатом В двадцатом Они живут в начале девяностых Слушай, как у мухи звенит сейчас? В правом Блять Только ты это умеешь делать, брат Загадал желание Я в это верю Так же и люди верят В эту самую В гороскоп И вот ты сидишь И слушаешь Вот там на Шофировском проспекте Пробка полчаса Ты мне зачем это Мне сейчас сказал? Вот зачем? Вот если мне интересно Что-то узнать по пробкам Я вот в Яндекс Ну вот у всех есть уже У всех, бля Я не верю Кто пользуется У крановщиков нету Сидишь ты в кране Да Восемьдесят метров до пола Да Че у нас там на Шофировском сегодня? Дай-ка Европу вкус Включи А он может не видит С высоты своей Такой, блин Че там происходит Сегодня, а? А? А еще у них Еще какая-то херня Тоже забавная Они же Гросскопы Пробки И еще какую-то фигню Погоду транслируют Да, погода Погода нормально Да, иногда Вот иногда Да, дождь Машина Не срабатывает У тебя дворники работают В Питере дождь, говорят Блин, правда? Да, здорово А ты сразу находишь Что-то общее То есть у вас одинаковая погода сейчас Ну, как бы типа Это так работает Ну, давай, поехали Слушай, давай так Давай так Давай так Это Хофи Вайс Это, по сути, Должен быть, наверное, сначала Давайте с Пилса начнем У нас сегодня есть Пилс от Вайн Штефан У нас есть Хофи Вайс То есть, соответственно, пшеничка Кристал Вайс Мир, который Денис обожает Дальше идет Винтер Фестиваль Мы оставим напоследок И Дункер Вот так вот мы сделаем Так будет хорошо Как говорится Пей хорошо Будет хорошо Он меня убьет сегодня Вот честно Убьет вот насмерть А мне кажется, что тебя убьет Если в гороскопе Ты кто по гороскопу, кстати? Дева Если скажет У дев Там реально сосед Ну, это будет не очень приятно Не, ну, я тут не докинул Ну, а если бы докинул? Ну, бутылку докинул Ладно, давай, наливай Пофигу на соседа Я к тому, что если бы ты вот поедешь Лену в очередной раз отвозить куда-то Ой, какой цвет интересный Зеленоватый И вдруг прозвучит Девы Я вам могу посоветовать одно Делайте хорошо Будет хорошо Ты будешь рад? Я не удивлюсь Если у тебя пойдет пена изо рта Я не удивлюсь Конвульсии вот эти все Только из-за того, что в этот момент Будешь пить просто Гашинговое пиво Леша, что ты знаешь О пивоваренной компании Вайф Штефан? Слушай, Денис Ты знаешь, все, что я знаю Это старейшая пивоварня Ну, от слова совсем старейшая Официально зарегистрированная, да? Я вообще не в курсе Вообще они ничего То есть, как ты понимаешь Я ничего не читаю Я знаю только, что они 1300, по-моему, нет какого-то 1040 год 1040 год, да То есть, для меня это удивительно То есть, это монахи были, получается Да, это монахи Официально они старее, чем Хофброй, вот этот вот Который в 1100, по-моему, году зародился В 1100 год И еще лет на 30, по-моему, старше Еще одних монахов тоже Они в 1050 или 1060 организовали То есть, да, по факту Мы сейчас имеем Среди старейших пивных Компаний Вот пятерка старейших пивных Официальных компаний Все пять из Германии Ну, это логично Потому что пиво вообще Там распространено очень сильно было Просто я удивлен, что в такие года 1040 год 1040 год, на самом деле Такое себе Потому что я читал про эту пивоварню В свое время какой-то хитрый архивариус Из той местности Исследовал все эти записи И сказал, что Все это ложь, пиздеж и провокации На самом деле Это документ, по которому Они 1040 года рождения Это очень хорошая подделка 17 века И на самом деле Они такие старые? Да, они являются всего лишь третьими По старости А кто первый? Потому что, по-моему Хофброй получается? Нет, не Хофброй А еще было Я не помню название пивоварни Она не очень у нас в России представлена Ее, по-моему, даже не возится никто Но они там с разницей Примерно в 30 лет друг за другом начинались И настоящая дата рождения Это, по-моему, 1146, если я не ошибаюсь И на это же указывал тот факт Что в свое время были Бердикеля Где даты основания пивоварни Это старые Бердикеля А Бердикеля настолько старые, что они даже уже тогда делались? Да, и там была дата создания пивоварни 1146 Если я не ошибаюсь, 1146, по-моему И потом это внезапно все исчезло Появилась бумага про 1040 год Бердикельки с 1040 годом Поэтому, насколько она старая Это еще бабушка надвое сказала Да нет, это не дождь Леш, это когда с неба капает вода, это дождь Нет, я к тому, что это сильный дождь Мы можем пока сидеть же? Да да, сейчас пройдет Это комары уже, видишь, низко летают Значит, все хорошо У меня это так на участке Ласточек просто нет Поэтому летают комары низко Значит, все нормально Я тебя услышал Что мы имеем по факту? Это старейшая пивоварня Которая уходит своими цепкими лапами В минимум 1100 год Это 100% То есть, по сути, это родоначальники пивоварения в Германии Как бы то ни было Все равно Ну, в тройке Да Все равно Даже если они спиздели про 1040-й Они в тройке Да Официальная до сих пор работающая пивоварня Скажем так Что касается Пиоса Блин, ну нормально Это стандартный Пиоса Нормальный, хороший Пиоса Это не тот восторг, который испытываешь, когда пьешь это На крыше, на берегу Финского залива Когда жарко и весело А ты что за тебя пил там? Пшеничка в итоге? Нет А, именно Пиос ты? Да Ты не пробовал Хэпи Вайс Самое главное Говоришь, что пшеничка уже не гордятся Если я не ошибаюсь Что меня радует в этой пивоварне на самом деле Согласно официальной истории Эта пивоварня Горела четыре раза Только за первые 400 лет Блядь Своего существования Ну слушай, за такое время Там не мудрено было бы уже И как бы и затонуть Четыре раза За 400 лет Первые И потом это Насколько я понимаю Просто никто не исследовал Дальше, может быть, тоже были пожары Но про них никто не помнит Жаль, дождь усиливается У нас впервые Скорее всего сейчас появится такая история Когда мы начинаем в одном месте А заканчиваем в другом Я скажу так Это не стыдное пиво Сколько оно стоит? 230 рублей Дядя Денис Стоит ли его покупать за 230 рублей? Что-то человек получит новое? Я считаю, нет Просто хороший Да, человек получит новое ощущение От того, как варит Самая старая пивоварня в мире На самом деле По новым технологиям Ну, типа того Слушай Мы с тобой много, кстати, об этом говорили Мне вот даже до сих пор это интересно А правда А вот что-то поменялось Сто пудово уже меняется вкус, да? Особенно 1040 года Да, и сейчас 2019 Понятное дело, что это вообще не тот вкус уже Это вкус, скорее всего, уже добитый последним 50-летием Я даже вот так Я даже думаю, что это в тысячу Да, я думаю, даже не 50-летием А гораздо меньшими сроками Какое нафиг 50-летие меньше? Ну, типа 50 лет назад, скорее всего, пиво Это, может быть, и было такое же Потому что уже технологии все были Пивоварня шагнула вперед Семимильными шагами Вот буквально лет 20, наверное, назад Вот так, чтобы... Ах! Ну да Естественно, это все прошло мимо немецких пивоваров Первоначально Но сейчас они, я думаю, все равно подхватили Там какие-то новые тенденции Технологии, еще что-нибудь Какие-то новые солода там Хмель и все остальное Ну, хмель, навряд ли они все равно свой будут использовать Немецкий Ну, естественно Ну, вот именно, что касается технологии Именно вот самого производства Железа и всего остального Я думаю, там много нового у них уже Реально много Ну, чаны все, естественно Эти самые варочные порядки Все новые, это понятно Ну, там, наверное, варятся Там, наверное, эти, знаешь, какие-нибудь там 50-тонники стоят Вот такое пиво Короче, 200-30 рублей Попробовать на один раз Ну, ну... Вот просто поставить себе галочку Что да, я пробовал Самую старую официальную пивоварню в мире Вот просто вот раз галочку Все, и забыл За эту цену забыл Ну, типа, я тебе скажу так Я просто больше не куплю его Ты знаешь, если я в очередной раз попаду Куда-нибудь на солнце Ярмарку, много людей И все остальное Я увижу там Вайф Штефан на экране И я скажу Блядь, дайте мне Да я уверен, что если ты приедешь В такое место И увидишь там Голландии Экран Ты тоже скажешь Блядь, как это классно Ну, это Ты же знаешь, как это работает Не умеет тебе рассказывать Но Вайф Штефан вызывает Именно такие солнечные воспоминания Голландия не вызывает Голландия у меня вызывает воспоминания Когда я траву кашу И батрачу на огороде И надо вот между заходами Выбросить траву в мусорную яму Блин, глотнуть пиво Чтобы от забезвоживания На газоне не умереть Вот что меня вызывает Голландия А Вайф Штефан вызывает у меня Ощущение праздника Солнца и моря Иди в жопу, блядь Ты, слушай, ты знаешь, сейчас так говоришь Как будто ты не отдыхал год уже На море Тебя еще раз нахер послать А с чем это связано, дядя Денис? Видимо, с тем, что я не отдыхал год на море А у тебя есть нужда? Реально, вот в этом году Ты реально обломался на отпуск Я без прикола У тебя реально есть ощущение того Что тебе этого не хватает в этом году? Да, есть Я ее компенсирую на Финском заливе Ну, я уже понял С Вайф Штефаном, да? Да Давай дальше Какое? Вот, вот Давай вот так вот Идем по вот этой вот стезе Хэфи Вайсберг в баварском стиле Слушай, а ты сегодня обратил внимание Что стало продаваться в ленте? Шнайдер Вайс Пятерочка Которая сам взошел Топчик-то, да? А, ты думаешь, прислушиваются? Да Ну, просто честно Мы с тобой очень много о нем Мы о нем много говорили Что это лучший из Шнайдер Вайс Я тут заметил В ленте, когда был на Тальненке Такой, ага Так вот Шнайдер Вайс же тоже старая Достаточно пивоварня Достаточно Ну и что? Ну не такая старая Слушай, ну можно А можно как-то это сделать? Ну вот, чтобы не так это было, да? Вот, ну на будущее Блять, газончик Сколько в тебя сейчас выходит витаминов? Б6, Б12 Он колосится будет Колосится роза чайная Как бокала вина А я вот не был в отпуске 4 года Но в этом ноябре Я на свой день рождения Свалю куда-нибудь Недели на 2 А то и на 3 Может, в Таилан даже съезжу Я, мне просто сил нет, серьезно Мне реально солнце нужно Пока не знаю, кто меня мазать будет Потому что я обгорю в первый день А потом просто буду лежать, знаешь, без движений А кто тебя должен мазать? Какая-нибудь девочка Таиландская? Не, мне тайские девочки не нравятся Я вообще не понимаю, почему Некоторые мужики туда Особенно европейцы едут Чтобы заниматься сексом с тайками Они же в рабство берут, как ты понимаешь? Ну, относительное рабство Немцев очень много таких Немцев там Немцы вообще только кто-то для этого ездит Мне кажется, там, ну, там, наверное, такая фантазия у них сексуальная Что только там это может Как-то Давай А теперь пшеничка То есть это, скорее всего, прям венец должен быть А это прям классно пахнет Да, пахнет Блин, причем даже через пену пахнет бананом Охеренно пахнет Я вот себе бананом натрескался Который ты настаиваешь Собирался, чтобы перцы свои поливать Вот он, ну, бананом пахнет Ну, реально бананом Блядь, охуенно Ты знаешь Даже Шнайдер Вайс Классический Пожалуй, немножко это, нет? Ну, что-то в ней есть Не такое, как в любой другой пшеничке Что-то есть Не понимаю, что, но это вкусно Да, это прям нормально Это все то, что должна добродить нормальная, хорошая пшеничка Это суперклассика Это прям, вот знаешь Если взять эталон классики пшеничного пива Пожалуй, это, наверное, это Но что-то немножко, ты прав, что-то не так немного здесь От привычной И послевкущее такое благородное Да, 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 да Очень благородное Вот она стоит, знаешь, сколько? Она стоит, если я не ошибаюсь 195 рублей И вот она своих денег стоит Чтобы не то, чтобы попробовать А именно вот Это можно на постоянку брать Нет, 195 Никогда себе не буду брать на постоянку пива за 195 рублей Никогда А пшенички, если хочется тебе? На постоянку я имею в виду Ты пшенички вообще Ты замечал, что ты пшеничку никогда не берешь 5-7 бутылок? Это очень сытно Пшеничку у меня Иду в магазин Если хочется попить пиво Ну, порядка там 5, максимум 6 бутылок У меня пшеничка обычно одна Край 2 Да, у меня тоже самое Обычно одна У меня одна, тоже одна Чтобы, знаешь, лагер-лагер Потом раз Так, сделал себе Так, пшеничку выпил Здорово И потом снова А мне знаешь, за что пшеничка нравится? Что у нее Я уже неоднократно говорил тебе Что после Когда в процессе питья пшенички У тебя есть ощущение, что ты еще ешь То есть оно у нас Нет, у меня никогда такого не бывает Потому что у меня единственное ощущение, которое вызывает пиво Это желание поесть Голода У меня пиво вызывает жуткое желание пожрать Из-за этого я его Как бы вот Ну как так Не нравится оно мне за это Я вчера, знаешь, кстати, с чего кайфанул? Я вчера себе налил вискарика Один бокал выпил вот так Тепленьким, да Когда он постоял 20-25 минут А потом, короче, я налил себе вискарика И думаю, надо немножко разбавить Потому что иначе сильно пьянит это дело Я разбавил, знаешь, чем? Пшеничкой? Нет, у меня не было минеральной воды Ну, газированной воды Я добавил боржоми Слушай, мне так понравилось Ну, про боржоми, наверное, сейчас не стоит Тоже говорить сейчас, что это тоже надо вырезать Да не, нормально В боржоми-то что? Грузия все дела Ну и что? Ну мало ли Один дятел наговорил, другой дятел обиделся Какая разница? По воду вырезаем Мы что, реально Мы же можем спокойно об этом говорить Ничего там такого нет Мы пивное шоу Да, согласен Это на стримы можно оставлять Которые потом удаляют И потом удаляют Не, ребята, я теперь принял решение Что в этом самом ВБС Можно делать такую тему Чтобы сохранять стрим Я теперь на всякий случай буду сохранять Но я думаю, что его восстановят У нас вообще с Денисом достаточно сильные проблемы с ТБП Потому что у нас на процентов 30 или 40 Наложены, ну типа не страйки А такая тема, что ролик не монетизируется Ну тут монетизация как бы в месяц, который приходит Это смешные деньги абсолютно Вот А вот где музыка была Вот все абсолютно вкусовщины Я просто очень люблю музыку вставлять Которая ассоциируется с тем или иным напитком Они все абсолютно вот просто вот так Но страйки не посланы Это самое главное Потому что если нет, надо бы все это вырезать Пшеничка 10 из 10 Вот я бы как пшенички поставил бы 4,7 Ну если про тапок говорим 4,75 тогда Ну типа знаешь, что такое Ну вдруг что-то можно лучше придумать Хотя вот вы знаете Мы в последнее время были в заведении Фаршебочка называется И там пробовали вид топорель Который у меня почему-то уже не произвел Такого фурора Как первый раз в этом В RedFox В RedFox В RedFox, да Тебе вот не показалось Ну выпили как бы Вот не было такого ошарашивающего эффекта Да, не было ошарашивающего эффекта Кстати, ребята Ошарашивающего Эшвекта Эшвекта Охерительного эффекта Просто по одной простой причине Когда было много букв R Я говорю лучше Так, хорошо Так вот В RedFox Мы сидели в закутке Рядом с нами никого не было Нам выделили отдельное помещение И мы там сидели И могли насладиться пивом Фаршебочка Даже близко не располагает К такому вот Питью пива Слушай Куча народа Куча официантов Все бегают Что-то происходит Неровные столы Ты постоянно в каком-то напряге Вот реально Постоянно в каком-то напряге Я так не могу пить пиво Мне все, что не нравится Честно скажу Я, наверное, стал старый пердун Но мне стало кайфово Когда ты можешь посидеть в заведении И не перекрикивать То есть ты можешь общаться Прежде всего Фоновая музыка должна быть Это понятно Но когда идет момент того Что ты начинаешь уже говорить громче Из-за того, что музыка Вот это начинает немножко напрягать Вот это все постоянно А? Че? Вот везде Вот и вот И бегают Че-то вот Народ, народ, народ Блядь Ну где? Где? Слушай, надо сказать Что это была презентация этих Как он называется? Нет Как называется пивоварня Блядь С рыбаком-то с этим Хаусман Хаусман, да Кстати, ребята походу делают хорошо Но я от них пробовал Пока только коллабу Остроится Саур Просто идеальнейший Я считаю Это надо на постоянку ставить Который с ананасом Охеренный Да Охеренный Просто как вот Слушай, мне порой Знаешь, даже кажется Что вот это все пиво Да, оно все называется пивом Что Вайштефан Что Шнайдер Вайс Что, грубо говоря, Балтика Да? Что крафтовые какие-то пивоварни Но оно все равно Все разного какого-то формации Вот тебе кажется Что они все равно Вот какая-то Классификация Все разное Особенно крафт К этому подходит Потому что Когда ты покупаешь себе Баночку там Какого-нибудь Ну, например, давай Заговора ВАКС Может быть АТФ Что-то Там последнее Что мы пробовали И СОБР 9000 Ну, кстати Мне, честно говоря Так себе А по-моему Вполне норм Ну, мне не очень понравилось С ананасом ведь там было, да? Да, да Только от него запах Мне не понравился Манго Манго, по-моему Короче Вот смысл в том Что, мне кажется Это вообще разные Какие-то пласты Вот это пиво Оно более такое Классическое В нашем Вот я под такое С удовольствием Поел бы рыбки Вот знаешь Вот соленый такой Может быть Сушеные корюшки Может быть Как называется Да, ой На гриле рыбки Как называется Вот вы любите Солака, по-моему Да, если не ошибаюсь Мойва Мойва Вот я мою Мойва тоже люблю Вот под такое, да А вот под крафтовое пиво Хочется какой-то сыр Это формат Диккенса Такого классического И англой И ирландского бара Диккенс Да, для тех Кто не в Пейс Питера Диккенс это Самый наиклассический Английский паб Это вот Где вот Кожа А, не ирландский? Да, пофер Английский, английский Там рядом все Кожа Дуб Дерево Обои Вензеля Гобелены Англия, Англия, Англия Там королева Виктория За стойкой Прямо Ну реально Вот это формат Вот именно у Диккенса Притом при всем Что Диккенс пытался В свое время крафт вводить Но крафт такой себе А я первый раз в жизни В Диккенсе, между прочим Попробовал Бакунина Этот самый Лаутинг Сэм Лаутинг Сэм, да Охуенно Я тогда влюбился в Бакунина Первый раз Ну только, блин После этого Лаутинг Сэма Из Диккенса Башка болела так Что, не дай бог, никому Да Ты не связываешь это с тем Что был еще крепкий алкоголь Естественно, да? Я просто Меня Диккенс Лаутинг Сэм для меня Очень неоднозначный сорт Он для меня невкусный Мне не нравится Ну, во-первых, его уже нет Ну, ну что Это ПЛЛ Но вспоминания остались А, осадочек-то остался Да Ложечки Я понял Так, чего с... Давай дальше хоть двигаться А то мы сейчас с тобой распизделись уже Как кусовщина Вопросов ноль Нареканий ноль Все нормально Ребята, очень вкусно Если еще по поводу пился Я говорю, что так Вот здесь Прям хорошо, правда Молодцы Как приятно, когда можно бокалы взять И выбросить в сторону В квартире так не сделаешь Разобьется А на газон как-то мягко ложится Перекатывается Нормально ложится? Зимой будет тоже весело Я зимой красивую картинку сделаю Мы, кстати, знаете, что думаем? Ну, сейчас бар откроется Мы по-любому же оттуда В ролике будем какие-то записывать Но Денис говорит, что все равно Нужно оставить какие-то домашние выпуски Обязательно Вот Как вы вообще на это смотрите? Может, все перенести в бар? Хотя нет Подурачиться дома как-то приятнее Ой, блядь, Шелдон уже нет Вот сейчас бы Шелдона не хватает Я даже соскучился немножко по нему Собаки по этой старой Он еще не старый Ну, я старый в плане как, типа, старый товарищ Знаешь, что говорят Не, мне Шелдон нравится Заебывает иногда, правда Открывай день Это Crystal Vice То есть он у нас будет Это то, что Денис тащится от чего А, ну да, он 1040-й Слушай, как я люблю вот эти вот штучки Помнишь, жигулевское пиво? Это вот такие, знаете, как вот паутинки Жигули, когда вот так вот выливаешь Полностью Потом переворачиваешь Там вот такие вот Раз, раз, раз Вот эти вот Огромные пузыри Я с дедом, когда ходил за пенсией в детстве Я просто любил Серьезно, я так любил Когда он Он всегда говорит Леш, сейчас я ботолочку пива возьму Он жигули всегда брал Вот это открывал Он выливал вот именно так В чашку Вот, знаете, как с сотами такими Я всегда смотрел Блин, как это классно Я же когда вырасту Я, наверное, так же буду делать, да? Нет, я, кстати, в детстве никогда Дай бокал Ну, это вот опять же о детских выпусках Я детских выпусках Представляешь, будет детям ставить Как, знаешь, там какой-нибудь Это как про меня рассказывали Почему А, я, кстати, сейчас вот понял первопричину Почему мне нравится, когда пивоварни горят Я не помню, рассказывала где-нибудь на стримах или нет У меня в детстве, когда меня на выходные Отправляли к бабушке Которая по маминой линии К бабе Тоне Там был деда Коля И он был любитель пива по выходным Но он столером-плотником работал И у них из дома Постоянно еще зали ложечки Да нет С этой Как улица называется Кременчугская? Бухарестская, Будапештская Ну, короче Будапештская это не на кае Так вот, и из дома Огромной пустырье На вискосок В метрах, наверное, в 400 Стоял пивной ларек Куда с утра привозили пиво По выходным И, блин Я, когда был маленький Я просыпался рано Я сейчас рано просыпаюсь А раньше, когда я был маленький Просыпался, ну, там В 6-7 лет Допустим Там в 7 утра Темно еще Допустим Так Я подходил к окну И сидел, ждал А, когда появится Свет загорался И я тогда на всю квартиру Очень громко Там нету еще в 8 утра Оповещал, что Деда, вставай Пиво горит Вот, видимо, горит пиво И горячие пивоварни Видимо, это еще С того самого Позрасткового возраста Ты радовался, да, при этом Я так понимаю Да, я достаточно отчетливо Ощущал, что это хорошо Нагибай немножко больше Кого? Нагибай нормально Нормально будет А я в детстве Вот опять же Вот надо детский выпуск Я любил всегда Я все Воспоминания Для детства Детский выпуск Ты знаешь Типа Hello Kitty Какой-нибудь Детям будут ставить Такие, уходить Такие Ну, все, смотри Смотри ТВП для детей ТВП Kids Канал ТВП Kids Это сильно Благодарная аудитория будет Ребенку Только знаешь, что самое главное Там нам ничего не говорить Тогда эти ролики будут Рекомендоваться на Америку На вот это все С 1040-го года Значит, наверное, все-таки есть для кого Денис, то, что ты не понимаешь Это один разговор Разговор другой Что есть люди, кто это понимает Я скажу, что это опять же Для меня Отфильтровать пшеничку Убрать оттуда Всю вкус и ароматику Из-за того, что Просто уничтожить пшеничку По сути Crystal Vice Beer Охуенно, пацаны Вот так вот сделали Ну, я боюсь, что Тот, кто изначально придумал это Уже нет, наверное, скорее всего Это не вкусно Нет, чуть-чуть от пшенички Что-то есть здесь Нет, ты знаешь Если разбирать вкус, правда После вкуса пшеничническая А вот сам глоток Он как будто ты лагер пьешь Притом не очень хороший Ну, тут я бы опять же поспорил с тобой Нормально она пьется Нормально пей, нормально будет Что? Да я хуй за Денис мне вообще первый раз сказал Какой Денис? А, где-то я услышал это Нормально делай, нормально будет И что-то понесло потом Это пиво Не имеет права на существование Та же, как и любое копченое пиво Чисто для тебя Копченое мы еще не пробовали Я сделаю выпуск Ребята просили Я все соберу Там четыре представителя Четко на час разговоров Во-первых, я тебя очень жду в гости на суп Потому что у меня уже вот здесь Эти комментарии А где? Вможайся, чтобы ты приехал Сейчас камера приедет Вторая, чтобы нам записать А мы какой суп будем делать? Гороховый Я копчение подготовлю Сам свои сделаю копчености Может ты и суп сам сваришь? Не, я хочу, чтобы ты приехал У тебя самый вкусный гороховый суп Который где-либо я Поверьте мне, я гороховый суп очень люблю Самый вкусный Миша Тихий Нихуя себе Ты знаешь, кто это, да? Кирилла? Да, Миша Тихий Ты звонил еще Вываривать его Бля, ну ты мудак Ну кто-то гусеницу натягивает Ты с другого боку Подойди к трактору Мудила ты кусок, блин И сделай вот так вот Кувалду в руки возьми Я не знаю Ну у тебя кувалды нет? Да, 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 да Ну кто ты такой, блин, вообще Нет Тебе нужно куст Нет, так дела не сделаются Ни в коем случае Нет, смотри Если у тебя есть сварочный аппарат Это хорошо Но помимо сварки Обязательно на участке должен быть еще газорезка Ну как минимум газорезка Потому что без нее Дизик мой, я сошелся Сейчас вам Короче, тебе нужно вначале кустки У тебя есть хвост, по-моему, тебе нужна голова Для навара Кузорезка, это заменять куска Но помимо сварки, газорезки Либо на подсолнечном обычном Потом просто поджарил вот эти куски Закидываешь хвост и слышно голову Заливаешь это все водой Туда морковку кладешь Нет ключей, пошел в жопу Это вот как у меня сосед Он говорит, специй нет, нахуй Вот и здесь то же самое Нет, здесь, как говорит классик Чеши кепку, по-другому никак Солишь в самом конце Нет, а мы сейчас снимаем, да Пиво снимаем Отлично все Да 40-45 минут Ага, он Да ладно, про соль забыл Ну и херст Так вот Короче Потом, смотри Сегодня забрал его Разделал ее Закончил Потому что, ну, съемки, понимаешь Вайп-штеку То есть, убрал Что? Морковь Добавил туда кусочки Вот эти разделанные Шри рачу Туда картофель обязательно Нарезаны мелко Закрыл крышкой И, соответственно, ждешь До готовности картофеля Все Нет, не суть, что со свежачей Я тебе про трактор Газовая горелка Сварка Наборы ключей Там от 16 накидных До 22 Это как минимум Ну, и А ты что еще собираешься Масло менять? Это съемник и фильтров Да, да Костя, обязательно вытаскивай Это горят будет Цепной всегда лучше Нахуй те Вот эти вот отвертки Которые, знаешь, фильтров Проколол Потом разлохматил его По всему кругу Вот это острое железо Чем ты его потом Просто как он Будет вывариваться бульон Да херов дров, блядь Бери нормальный цепной ключ Он стоит всего полторы Вёрф брать не надо Вёрф дорого Это понты для лохов Нахер вёрф Болткам заезжаешь Берешь цепной ключ Под любой диаметр Подойдет вообще без вариантов Отлично Да, все, давай Что случилось? Позвонили по трактору Надо было пояснить А, я понял Ну хорошо А мне пауки Молодец Нормальная тема Нормальная тема Нормальная тема Конечно, открою Где все вилки, ложки Увидишь Самое главное Я очень вовремя На начале так вот сидел Потом смотрю Блядь, телефон такой Да куда ты дальше Просто Ладно, давай, Серёжи На чем мы остановились? Винтерфестберг Винтерфеллоу, как говорится Винтерфеллоу Это какой-то дом Бартионов, блядь Или кто-то там был Это этот Винтерфелл А ты Как вообще Ты смотрел Последний сезон-то? Я же рассказывал Я Я тоже Я игру сезонов Да, известный сериал, да, Денис? Подожди Тебе по трактору, наверное, пишут Сука Играй сезонов Играй сезонов В престол Играй сезонов Вот как Как это? Во все ленты, блядь Во все ленты Типа во все тяжкие Во все ленты? Давай Что по пиву? Бокал дай Ты не понял? А я скажу, ребята Честно говоря, я допил С большим удовольствием Говнище Да Так вот Так вот Ой Ребята Пивное шоу превращается Игра престолов для меня Я покупал книгу Она стоила 1700 рублей Это был огромный том Вот такой вот толщины Смешно, да Где были Все части Так Я скачивал сериал Два раза Книгу я начинал читать По-моему, восемь раз Восемь А ты тоже скажешь Карл, восемь Несмотря на всю Моя любовь к печатным изданиям Книгам Для меня восемь раз Подойти к одной и той же книге Это за гранью добра и зла Это за гранью разума Реально Я никакой Никакой книге Я так не подходил Как Игре престолов Потому что мне со всех сторон Орали, что это прикольно Заканчивалось все время На примерно 100 плюс страницы 100 с чем-то При том, что она вот такая Понятно, что это в самом начале Я не понимал, о чем там идет речь Я не понимал, зачем я начинал это читать Я не понимал эту книгу Скачанную Игру престолов Два раза Первый раз я удалил Начал смотреть, удалил Второй раз скачал Начинали мы смотреть с Леной Только раза три, наверное Так И мы дальше третьей серии Не продвинулись Я понял Это просто не мое Я не понимаю, почему Все Весь мир Сытся с Игры престолов Я не понимаю Это достаточно для меня Посредственная история Сколько людей Столько мнений Вот ни о чем Не знаю Мне понравилось Единственное, что я не смотрел Последний сезон И у меня нет желания Потому что почему-то у меня интерес Очень сильно угас к этому сериалу Наливай Ну что, говно же, да? Нормальное? Серьезно? Да откуда? Что это за мухи у тебя? Это не Канте Закромы мои Ты вантап-то чекаешь? У нас сейчас идет Ребята пиво Которое называется Winter Fast Beer То есть он для фестиваля Делается для зимнего Какого-то Стоит оно 210 рублей Пахнет она Совершенно стандартно Да Я бы даже сказал Ни о чем Ну как Я сейчас опять Начнется Блин Все засрал Ни о чем Короче Это Сильно Крепкий лагерь То есть Это такой, знаешь Как этот Как Он прямо Сильно Вот он выпирает Он как, знаешь Похож на Немножко На сами Клаус На минималках Вот так я бы сказал Ну здесь почти 6 алкоголя Но это странно Для 6 алкоголя Это прокачанная охота На самом деле Только сбалансировано Хорошо Да ну нет Ничего Бред Бред Нет Не может быть Нет Какая охота Нет Ну а пьется тяжеловато Мотор Да И мотор Ревет Блин А мы там вообще Показываемся Или нет Все хорошо Ну это хорошо Что скажешь Динь На зиму Это пиво Это просто Крепкий лагерь И все Крепкий лагерь Да Нету каких-то Ярких таких Цветочных Ноток Как вот Пилси в их Абсолютно нету Он просто Крепкий лагерь Ничего не могу сказать Просто крепкий лагерь И все Крепкий лагерь Крепкий лагерь Вот что надо врезать Короче На самом деле Я не впечатлен Потому что Я не люблю Такие лагера То есть Это Хотя ты знаешь Что тут говорится Это заигрывание С покупателем Да это делается Там скорее всего В Германии Есть какой-нибудь Зимний фестиваль Этого пива В который они все делают Крепленные версии Чего-либо Потому что зимой А потом продают Это весь год Офигенно Остатки Сладки Это знаешь Если у нас Есть вот Такие пивные алкаши Такие Ну не старенькие А уже в возрасте Люди Которые там Допустим Там С производства С какого-то идут И надо перед домом Что-то выпить Бутылку пива Но так Чтобы не просто Ты уже это говорил Да Чтобы жена не сказала тебе Нет Ну и чтобы По мозгам дало Потому что Блин Пиво не ради Вкуса пьют Ради Как ни говори Все-таки Какого-то Удара Сшибание башки Нет Не сшибание башки Именно чтобы Ну Мозг по-другому Начал работать И вот это пиво Будет замечательно Работать Именно в этой Ретроспективе Ну Блин Ну Ну почему Тогда так мало Градусов 6 это нормально Для лагеря Это даже Овер до хуя На самом деле Ну если ты пьешь Пиво для того Чтобы тебе Что-то дало В голову Ну нафига тебе Лагер Купи-то уже Нормальный Там Водки Ну что Вест Леттеран Обычный Бивной алкаш Именно бутылки По полторы тысячи Ты покупает За 0,33 Сами Клаус Тоже вариант 700 Или сколько Он сейчас стоит Схуяли 700 300 300 400 Ну да 400 где-то Обычно Возвращаясь Производства Слесарь Яковлев Покупал Лоботомию Ну такое 5 баллов Нет Слесарь Яковлев Покупает мотор Цезарь уже Его зовут Цезарь Яковлев Мы остановили Что мы пробуем Вайф Штефан Но про Вайф Штефан Ничего не рассказываем Вот мы Остановились А Вот Винтер Не знаю Ну Крепковато Скорее всего Крепковато Крепкий лагерь Все Дома такое Пить не хочется А где тебе Такое хочется пить Ну вот Либо зимний фестиваль Там где видимо Они в лютую стушу Стоят Надо согреться Пиво жут Я не знаю Либо хрен Вот как я говорил Цезарь Яковлев Который С завода Домой идет Вот ему Вместо мотора Надо вайф Штефан Будет вывлудить Но Где еще применение Крепкому пиву Именно вот В такой стилистике Я не вижу его Что по погоде скажешь По погоде скажем Что мы успеем Еще выпить Одну бутылку пива И завершить Ребята У нас дождь начинается Надо уже Немножко подзакругляться Давай У нас сейчас идет Вот это кстати говоря Я вот думаю Что мне не очень понравится Это традиционный Байвиш дюнкель Темное короче Пиво будет Я вообще к темному пиву Отношусь так Скорее всего Это будет карамель Да Блядь Ну ладно Что ты под нож то лезешь Да я боюсь эти пробки Потом искать Просто есть такая штука Не бойся искать пробки Бойся ножа Если такая штука Залетает в газонокосилку То она может отлететь Очень сильно Вот шишка так попадает Туда Я про елочную шишку И реально Было такое Что прям по ноге трескало Да еще А здесь пробка Перелом Что случилось с ногой Не нормально все с ногой Такое Да Блядь Денис Вот это сразу тебе говорю Это не мое пиво Даже начиная от запаха Что Лен На мае все 13,5,2 Все нормально Ну Данкель да Ну понюхай Ну понюхай Мы это не любим Ну понюхай Мы понимаем Что сейчас нам это не понравится Мы это оба не любим У тебя даже запах уже Вот знаешь чем Знаешь чем мне это пахнет Это пахнет Перегаром Нет Сладким перегаром пахнет У меня аж вот здесь вот болеть начинает Когда я такое чувствую А я чувствую что тебя болит Прям пульсирует Я чувствую вот этот рок у тебя появляется Это вот Это мягкая Паточная сладость Такая В запахе Вот знаешь Это как В чан с гудроном упасть Только вместо гудрона патока Я не знаю Ну как это вот Ой Ну Ну блять Вкус такой же Ну не удивляет меня это Ну никак не удивляет Вот типа как ты бомбишь на Кристалл Вайс Вот я не понимаю это пиво Для чего оно Ну что это за квас Да кстати Это очень похоже на супер-супер Супер крепкий квас Охмеленный квас Да Блин Ну запах меня убивает У меня видимо какие-то рецепторы за это отвечают Но вот у меня вот в переносице начинается вот как будто вот почесать охота Когда вот я чувствую сладость Патоку сладость Вот эту вот медовую патоку такую Такую мелассу Вот запах мелассы Тростниковый Это очень тягучая патока Это невозможно Ну у этого же скорее всего есть свои фанаты наверное да Не ну это сложно воспринимать Не могу Не мое Не дорос Или перерос Не знаю Блин ну сладостью правда отдает Какой-то такой медовый Паточный Не медовый Именно патока Меласса Это вот что-то необъяснимое Это надо вот один раз понюхать патоку Чтобы понять о чем речь идет И вот здесь вот именно этот запах Ребят но при всем при этом никаких посторонок естественно здесь нет Это вполне себе полнотелое пиво Для любителей карамельных сортов Дункель Дункель Так это и есть Я говорю что шпатен Дункель пробовал Да Вот он хуже Для любителей карамельных сортов это идеальное пиво будет Просто идеальное Не дать не взять Вот 5 баллов У меня почему-то вот это пиво вяжется с утренним амбре То есть вот ну Как бы это дебильно не звучало Вот это ощущение Вот этой вот бормотушности во рту У меня вот здесь оно присутствует в этом глотке То есть ощущение что все всего намешали Мне это не нравится То есть это не то что я какой-то там фа-фа-ля-ля Вот это все тополя Нет просто это не мое Я вполне допускаю что есть люди кому это может нравиться Это абсолютно нормально Но я с большим удовольствием рассмотрю Русского имперца какого-то Мне он больше доставит удовольствие Да даже близко не ставь это Что я это пиво вижу Как абсолютно пустое пиво С огромной паточной составляющей Карамельной такой навязчивой Вот она в зубах застревает Но по факту По текстуре Это пустое пиво Оно легкое Оно пустое Но вот именно с этой шапкой Вот этой патоки Оно не плотное пиво Абсолютно не плотное Ну хотя да Оно такое знаешь Оно при всем даже питкое какое-то Оно да Оно очень хорошо пьет Оно легко заходит Оно питкое Но оно имеет вот эту вот Нахлобучку в виде этой паточной составляющей Которая в запахе И вот на послевкусии И это создает впечатление Что ты пьешь какую-то корону Но при этом заедаешь Медовым леденцом Который вот тает у тебя в руках Но это странно А вот эти нотки вяжущиеся Ты чувствуешь? Вот такое Он прям немножко подвязывает даже Не хочется разбираться в сортах такого Ну ладно Ну давай так скажем Это просто не наше Не наше То есть если с Кристалл Вайз Я еще могу с тобой поспорить Потому что Ну блин Мне кажется С Кристалл Вайз Можно поспорить Что да Есть свои любители Но я не понимаю Зачем это сделано То здесь просто Выбросил и забыл Оторвал и бросил Давай подытожим Давай я со своей колокольни скажу По поводу Вайн Штефан Вы что кран заказали? Перегружать Нет я тракторист Что касается Пилса Это вполне нормальный Пилснер Ничего выдающегося здесь нет Ну здесь от этого ты ничего не ждешь Шикарнейшая пшеничка По поводу Кристалл Вайз Могу сказать только одно Нет Кристалл Вайз у нас был Мы немножко Вот Кристалл Вайз Я не могу так бомбить Оно на послевкусие отдает пшеничкой Нормально Вот что касается Винтера Вот этого вот Винтера и Дункеля Ну это прям вообще в хлам не мое пиво То есть я его Ну не понимаю я такое пиво Не люблю такое Может быть не дорос Может быть перерос Нет перерос вряд ли Скорее всего еще не дорос У меня оно ассоциируется с каким-то таким Ну типа знаете когда говорят зимнее пиво Мне хочется зимой пить что-то очень плотное Что-то такое знаете полнотелое Может быть какого-то русского имперца А может быть Бельгию опять же Ту же самую такую А тут закон о чистоте пива не позволяет сделать вкусное Поэтому приходится делать Дункель Да-да-да Вот поэтому Вайждай вот шикарно делать пшеничку Вот я скажу так Мне очень понравилось Пился пшеничка без вариантов На солнце, у моря Да блин Душу можно продать за бокал пилса Мне кажется за море можно уже душу продать Ты опять о том что 4 года без отдыха да? Ну ты же не можешь ее продать Я скупаю Ты скупаешь чужие души? Да В Симпсонах по-моему Коллекционирую В Симпсонах была такая серия когда Барт продал свою душу Не смотрел я? Кому? Ну этому очкарику я не понимаю Ты Симпсона вообще смотрел или нет? Очень мало Ребят дождь начинается все более интенсивный Вайн Штефан На мой взгляд Я бы на кран с большим удовольствием поставил пшеничку Это действительно очень классно Вообще не формат но да Нет я в плане на кран Там не к нам туда Вообще в принципе если бы было у меня Чего я обманываю Не я бы такое с удовольствием разливное попил С вами был как всегда Дядь Денис Шкода Алексей Нет Шкода ты Ягаза Шкодоба Шкодоба Денис Ягаза Алексей И теория большого пива Ребят если понравился ролик ставьте пальцы вверх А если нет что надо делать? Тоже ставить пальцы вверх Да Это одно и то же Пока пока